Здравствуйте! В эфире информационно-правовая программа 112. Я расскажу вам о событиях за последнее время. В период времени с 1 по 13 января 2019 года на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 379 сообщений о происшествиях, из них 24 преступления. Привлечено к ответственности 76 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За указанный период произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, из них 2 с причинением телесных повреждений. Так, 1 января 2019 года в 8 километрах от поселка Нельминос водитель 1982 года рождения, управляя снегоходом «Буран», не учел особенности транспортного средства, дорожные и метеорологические условия и совершил опрокидывание. 9 января 2019 года в Наринмаре на перекрестке улиц Выучейского и Ненецкой произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Хиндай», выезжая с улицы Ненецкой, не уступил дорогу автомобилю марки ВАЗ-21053, ехавшему по улице Выучейского, в результате чего произошло столкновение и иномарка выехала на обочину, где совершила наезд на пешехода. С места происшествия бригадой скорой помощи в окружную больницу доставлено 4 человека. Пассажиры иномарки и пешеход после оказания им необходимой медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение, а пассажиры автомобиля ВАЗ госпитализированы под наблюдение врачей. За минувший период осуществлялась охрана общественного порядка при проведении пяти мероприятий с массовым пребыванием граждан, посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова. Нарушение общественного порядка не допущено. 11 января 2019 года на территории города Наринмар и поселка Искателей сотрудниками отдела ГИБДД с целью обеспечения безопасности дорожного движения проведено профилактическое мероприятие «Снегоход». В ходе рейда проверено 18 транспортных средств. Выявлено 8 административных правонарушений. Из них 7 протоколов составлено за неуплату административных штрафов в срок. Полицейские напоминают, что на территории округа продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Тропа». Жители округа могут сообщить о незаконном отстреле оленей, принадлежащих оленеводческим предприятиям, позвонив в отдел по охране общественного порядка по телефону 8 81 853 454 84 или на телефон доверия управления по номеру 8 81 853 4 21 52 либо направив информацию на электронный адрес mvd83sobaka.mvd.gov.ru. А также можно оставить сообщение на официальном сайте УМВД России по Ненецкому автономному округу в разделе «Для граждан». Прием обращений. Анонимность гарантирована. Сотрудниками полиции разыскиваются владельцы имущества, обнаруженного в период новогодних каникул. Бензопилы «Хосгварна» оранжевого цвета, обнаружены 5 января 2019 года в третьем подъезде дома 12 по улице Россихина, поселка Искателей, и владелец связки ключей, обнаруженной 7 января 2019 года у дороги возле дома номер 10 по улице Швецова, города Наринмара. Владельцам имущества необходимо обратиться в дежурную часть управления МВД России по Ненецкому автономному округу по адресу улица Выучейского, дом 13 или по телефону 02 с мобильного телефона 102, либо 4 21 26. Отдел по вопросам миграции окружной полиции сообщает, что в соответствии с пунктом 5 статьи 18.1 Федерального закона о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации правительством Российской Федерации на 2019 год для хозяйствующих субъектов, осуществляющих на территории Российской Федерации определенные виды деятельности, установлена допустимая доля использования иностранных работников. Так, на основании общероссийского классификатора видов экономической деятельности иностранные работники могут использоваться в следующих видах деятельности строительстве в размере 80% от общей численности работников, используемых указанным хозяйствующими субъектами, выращивание овощей в размере 50% от общей численности работников, деятельность автомобильного грузового транспорта в размере 26% от общей численности, деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта в размере 26%, деятельность в области спорта и прочее 25% работников, торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах 15% от общего числа работников, торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах также 15% от общего числа работников. А также сотрудники отдела по вопросам миграции напоминают, что в 2019 году изменился размер налога при выдаче патента для осуществления иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Уважаемые работодатели и иностранные граждане, обратите внимание, что с 1 января 2019 года размер фиксированного авансового платежа по НДФЛ при выдаче патента на территории Ненецкого автономного округа составляет 8 060 рублей в месяц. Оплатить патент можно на срок от 1 до 12 месяцев. Руководство Управления МВД России по Ненецкому автономному округу еще раз поздравляет всех сотрудников, ветеранов органов внутренних дел и жителей Ненецкого автономного округа с наступившим 2019 годом и желает всем крепкого здоровья, благополучия, мира и большого счастья. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть Управления МВД России по Ненецкому автономному округу по телефону 02 или 4-21-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких.